Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Армянка из Ванны перезахоронила кости из разрушенного армянского кладбища. Мы должны подготовиться к освобождению нашей родины на Ильохикян. Трасса Степана Керчуши обеспечена ночным освещением. Турция угрожает Греции войной Никас Дэнзиас. Горят ли Сайдерсима в Западной Армении? В Турции возбуждено уголовное дело против 38 518 человек за оскорбление Эрдогана. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Армянское историческое кладбище в Келеджикской области Тушпинского района Западной Армении недавно было разрушено строительной техникой, лицом заявившим о праве собственности на этот район. Надгробия были перемещены и на земле появились осификаторы. Гайна Горгенян, потомок переживших геноцид армян, переехала из Армении ван, чтобы поселиться там. Горген посетила армянское кладбище и перезахоронила разбросанные кости. Она плакала в интервью курдскому информационному агентству Месопатами Аженсы. Хотя я живу здесь уже 6 лет, я впервые стала свидетелем подобного инцидента. Мне всегда говорят, ты армянка, хотелось бы, чтобы они не пришли, здесь был бы рай, речь идёт об армянах. Что ж, посмотрите сюда и решите, рай это или ад. По крайней мере, относитесь к мёртвым с уважением. Горген сказала, что многие армяне ищут могилы своих дедов. Вчера мне позвонила женщина из Нидерландов и сказала, как называется деревня, в которой живёт её дед. Оказалось, что он в Арчеша. Отец женщины попросил дочь найти могилу деда. Те, кто придут сюда однажды, скажут, здесь были гробницы наших предков, но они придут и станут свидетелями этой сцены. Моё сердце истекает кровью. То же самое и с армянскими могилами в Азербайджане, сказала Горген. Она попросила жителей ванны не разрушать армянские церкви и могилы. Горген также поднял риторический вопрос. Если бы это были их могилы, как бы они отреагировали? В эфире телеканала «Западная Армения» медиаэксперт Найри Хохекян представил возможные причины и последствия закрытия дороги на Капан, затронул образ жизни в Арцахе, переселение Берцора говно на 5 километров дороги от Берцора. Он также упомянул о возможной войне, ожидаемой в будущем. Он представил морально-психологическое состояние армян, проживающих в Западной Армении после временного поражения, проанализировал их дальнейшие действия и цели, обусловленные будущим Западной Армении. Автодорога Степана Керчуши обеспечена ночным освещением, как пишет Арцах Пресс. Технический инспектор столичного управления Министерства градостроительства Арцавской республики Андреоник Симонян сказал по этому поводу следующее. Работы начались месяц назад. На дороге Степана Керчуши установлена сеть уличного освещения. Общая площадь 28 километров, из которых 8,5 участок дороги Степана Керчуши уже полностью готов и подключен. Турция угрожает Греции войной. Афины оспаривают территориальные воды в Эгейском море на 6-12 морских миль, оспаривая суверенитет греческих островов. Об этом заявил министр иностранных дел Греции Никас Дендиас во время встречи с председателем комитета Сената по международным отношениям Робертом Менендесом. По словам Дендиаса, Турция каждый день оспаривает суверенитет греческих островов в соответствии с международным правом. Турция, нарушая все права, делает угрожающее заявление в адрес Греции, сказал он. Пожар, возникший в результате взрыва вертолета в районе Хозад провинции Дерсим в Западной Армении, продолжается уже 12 дней. Государственные органы не вмешиваются в пожары в жилых районах. Недавно в Дерсимском районе Хозад началась вооруженная операция после нападения на бронетраспортер, направлявшийся к Амуткинскому отделению милиции. После операции бомбили районы деревень Дерекия и Гедиклер. Мэр Дерсима Фатих Мехмед Мачоглу и группа журналистов направилась на окраину села Карпер, где дошел огонь. По словам Мачоглу, несмотря на оботнимающиеся в районе клубы дыма, никто не вмешался, чтобы потушить пожар. Пожар продолжается ровно 12 дней, и его необходимо устранить. Однако этого не произошло. Некоторые машины пытались выехать к месту пожара, но не смогли из-за каменистой дороги. Зевутат от Турецкой Республиканской Народной Партии Денизли Гюли Зарби и РК Раджа подготовил отчет по искам, поданным за оскорбление президента. Согласно отчету с 2014 года, когда президентом был избен Раджеп Тайп Эрдоган, до 2020 года в общей сложности 38 581 человек были привлечены к ответственности за оскорбление президента. В сообщении отмечается, что число лиц, обвиняемых в оскорблении президента во время президентства Абду и Гюля, увеличилось на 420% по сравнению с предыдущим периодом, и достигло 848 человек. Было отмечено, что общее количество ответчиков по искам, поданным в течение первых четырех лет пребывания Эрдогана у власти, увеличилось на 2552 человека по сравнению с предыдущим периодом. Уважаемые соотечественники, государственная телевидение Западной Армении продолжает информировать вас о политических, социальных и культурных событиях, происходящих на нашей родине и за рубежом, регулярно представляет и освещает богатую культуру нашей тысячелетней истории. Где еще можно получить такую богатую информацию о Западной Армении, как не с нашего телевидения? Итак, давайте вместе обеспечим постоянное эфирное время и долгую жизнь телевидению Западной Армении. Для этого нам нужна ваша поддержка и единственная всех нас. Вместе мы можем сделать больше. Далее для вас ансамбль «Хайк» «Соса и Ганча». Далее для вас ансамбль «Хайк» Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня все. Желаем вам всего хорошего. Продолжение следует. Продолжение следует...